Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на очередной торговой сессии этой недели, когда мы вместе разбираем события на финансовых рынках и, безусловно, стараемся использовать их для спекулятивной торговли. Сегодня, наконец-таки, наступивший день сулит довольно серьезную волатильность, поскольку замыкать торговую сессию традиционно поздним вечером, так уж сложилось исторически, будет американский регулятор итогами двухдневного заседания. Собственно, ФРС начал это заседание еще день назад, и итоги будут подведены сегодня в 21.00 по московскому времени. До того, как будет озвучено решение по ставке, скорее всего, мы сможем еще и поспекулировать на определенные комментарии, которые будут сделаны со стороны председателя американского регулятора Джерома Апауна. Очень необычная такая практика. Обычно мы работали с ставкой, после этого пресс-конференция в руководстве, сейчас у нас ставка, выступление Джерома Апауна, и потом еще пресс-конференция, которая будет посвящена уже и перспективам экономического роста, и дальнейшим планам по процентам ставка. Поэтому, как минимум, друзья, вы должны быть крайне сегодня бдительнее, внимательнее к тому, что на рынках происходит, ну и, безусловно, нужно постараться в этот момент быть перед вашими мониторами, то есть терминалами, чтобы следить за происходящим, приобщиться к этой волатильности, к этим сделкам и движениям, и попробовать на них заработать. Как и раньше, учитывая тот новостной фон, который мы разбирали, те ожидания, которые есть по доллару, сейчас я о них поговорю чуть подробнее, поскольку это важно, опять же, с учетом повестки текущего дня. У нас оптимистичный настрой по отношению к доллару, мы ждем роста американца и более серьезного выявления на котировок против рисковых инструментов. Возможно, и против иены американцу удастся забраться повыше, но все равно в отношении пары, где присутствует защитный инструмент, в данном случае японская валюта, есть еще такой новостной фон, который в любой момент может привести к повышенному спросу на него, и этот новостной фон все еще касается возможности введения дополнительных тарифов со стороны, собственно, администрации США, со стороны РАП. И, как вы помните, пока что мы ждем это событие, ну, время неумолимо движется вперед, сейчас мы уже на торговой сессии среды, пока про импортные барьеры и тарифы для китайских спортеров на рынке не активно говорят и обсуждают данную тематику. Может быть, решение было спартанным и неожиданным, как это решение коснулось, собственно, импортных тарифов на сталь и алюминий. В общем, и здесь тоже нужно держать руку на пульсе, быть на передовой вот этих основных событий. Я надеюсь, друзья, то, что благодаря нашим с вами встречам, которые мы проводим каждый день, вот эта регулярность, она позволяет действительно оставаться в курсе всего самого интересного. Мы смотрим, как меняются рыночные настроения и стараемся адаптироваться под эти изменения и подстраивая, соответственно, и инвестиционные идеи. Ну, давайте сначала поговорим про нефтянку, которая явно сейчас радует тех, кто вопреки тому фундаменту, который сложился, поставили на рост, потому что сейчас в ГРУ вмешался фактор эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. То есть это традиционный новостной фонд, который поддерживает котировки нефти, но довольно непродолжительные периоды времени. И сейчас мы видим то, что ралли, которое произошло, кстати, Brent закрыл минувшую торговую сессию на отметке 67.56, сейчас котировки 67.28. И Brent смог отобраться до максимальных значений больше, чем за месяц. Собственно, какие причины стоит выделить в качестве основных? Это то, что трейдеры практически все, без исключения, сейчас фокусировались на том, как идут обсуждения с участием Саудовской Аравии, Ирана и Соединенных Штатами. Они вклиниваются по поводу того, что произойдет по ядерным программам, по поводу вопроса о санкции в адресах Ирана и потенциальной нехватки предложения на глобальном рынке. Вот, собственно, активность покупателей на минувшей торговой сессии можно еще связать с появившимися сообщениями о том, что принц Мухаммед в Саудовской Аравии готовит специальный визит в Вашингтон. И, собственно, эта встреча может, опять же, и ознаменовать скорое решение Трампа о расторжении сделки по заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций и, фактически, снова вернуться к вопросу определенных ограничений для Ирана, запрет на экспорт нефти, который, безусловно, может спровоцировать еще больше роста котировок. Очень схожи позиции, собственно, Саудовская Аравия и США, поэтому сейчас обсуждают возможности этого союзнического тандема, то, что Саудовская Аравия может использовать верные комментарии и убедить Трампа в том, что эти санкции снова можно принять в отношениях Ирана. Ну, а с другой стороны, также отметим то, что Трамп сейчас вдохновлен тем, что его острая позиция по вопросу Северной Кореи, мы помним эти громкие заявления, то, что США ничего и никого не боятся, и то, что Северная Корея сейчас готова сесть за стол переговоров и, возможно, заморозить также программу по развитию ядерного оружия, это вдохновило Трампа. Он считает, что если он, опять же, будет придерживаться такой позиции в адрес той же самой Венесуэлы, в адрес того же самого Ирана, тоже добьется того, что ему нужно. Давайте порассуждаем, каким последствиям для всего рынка черного золота может привести к введению санкций касательно ИРА. Если они снова будут установлены, то рынок недосчитается примерно около 600 тысяч баррелей в сутки. Это много, безусловно. Поэтому для оценки общего о спросе приложения, это потенциальная нехватка, это традиционный такой катализатор, который способствует укреплению котировок, в данном случае и Brent и WTI. Также рынок еще обсуждает и Венесуэлову. Сейчас уже можно сослаться на доклад Международного энергетического агентства, который оценили предложения со стороны данного государства на минувшей неделе и сопоставили с значениями, которые наблюдались годом ранее. Получается, что запасирован спад практически тоже на 500 тысяч баррелей в сутки. Это много. Взвешивая все вот эти, собственно, новостные составляющие, друзья, я думаю, что вы понимаете, насколько рынок сейчас охотно закладывается под вот эти геополитические риски и снова черпает уверенность в том, что этот конфликт какое-то время будет еще на слуху. Мы будем обсуждать то, что происходит в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. И на этом фоне будем менее, скажем, внимательны к рядовой статистике, которая вот совсем скоро будет публикована. В частности, сегодня мы ждем заклад от Администрации энергетической информации. И, соответственно, поскольку мы потеряем длительность уже в связи с ожиданиями каких-либо новых подробностей эскалации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, мы не сможем в достаточной мере отыграть статистику по запасам. Я думаю, что все-таки такие выводы пока делать не нужно. Давайте посмотрим, как трейдеры сегодня отреагируют на статистику Администрации энергетической информации. Фактически, учитывая, что мы неделю назад получили данные о росте количества терминалов, но, согласитесь, можем пока спекулировать и закладываться под то, что за минувшую неделю производство нефти снова увеличилось. Напоминаю то, что две недели назад, когда мы разбирали статистику по приросту нефтедобычи, был снова зафиксирован исторический показатель по выработке, собственно, нефти. И если развернуть ситуацию немного, скажем, другим ракурсом по поводу того, как сейчас идут переговоры Саудовской Аравии, Ирана и Соединенных Штатов Америки, мы можем прийти к такому выводу, то не специально ли все это было затеяно для того, чтобы поддержать котировки нефти, для того, чтобы простимулировать еще больше рост, потому что чем выше котируется WTI, то есть североамериканский сорт нефтянки, тем более рентабельным становится сланцевый бизнес и тем больше инвестиций идет, собственно, в эту отрасль, и тем больше возможностей, скажем, у Штатов наращивать производственные мощности, увеличивать добычу, экспортные поставки, покрывать все новые и новые территории глобального рынка. Ну, может быть, такой хитроумный план, но, видимо, неплохо себя в формате обсуждения неплохо себя отрабатывает, да и в целом по котировкам мы видим то, что возможно не без этого. И, соответственно, если рассуждать о темпах роста нефтедобычи, здесь остаются, безусловно, на рынке еще и медведи, потому что они на этот новостной фон также смотрят с другой стороны и понимают, что чем больше условий будет сейчас для американских производителей увеличить добычу, тем больше предложение впоследствии, скажем, будет на рынке, и тем больше риск для того, что спрос и предложение так и не достигнут балансового состояния. Я предлагаю сегодня дождаться статистику от администрации датистической информации и поставить на нее, в плане того, что если рост производства будет солидным, там, больше 30-40 тысяч за неделю, медведи смогут на этом развернуть котировки и снова вернуть тот же самый бренд поближе к 65 долларам за баррель. Рубль 57.50. Здесь тенденция благоприятная для нашего прогноза, в соответствии с которым рубль должен слабеть, и благоприятность этой тенденции связана с тем, что даже на фоне роста котировок нефти рубль все равно находится на уровнях, которые мы наблюдали тогда, когда котировки нефти снижались. И если допустить все-таки, что курс сейчас стабилизируется на более-менее справедливых значениях, мы понимаем, что при возобновлении коррекционной динамики на рынке нефти рубль очень быстро девальвируется в район 58,5-59, и это уже будет новая реальность и должность, с которой мы будем работать. Евро против доллара за минувшую сессию европейского ульта просела, 1,2263 котировки, сейчас фактически фигуры мы потеряли за минувший день, продолжаем снижаться. Причин может быть несколько, но то, что мы видели в укреплении курса доллара, это явное отражение того, что трейдеры постепенно начинают закладываться под сценарий более агрессивных комментариев относительно жесткости монетарной политики США. То есть жесткость монетарной политики США будет соединена к количеству раз и тому, сколько ФРС поднимет ставку, собственно, в 2018 году и темпа повышения ставки. Соответственно, доллар, его рост — это первая причина давления на евро, ну и вторая — это блок статистики, который мы получили по индексу оценки бизнес-настроения оптимизма, оценка текущих условий экономических и общий бизнес-оптимизм промышленников. Все показатели просели, в частности, основной индикатор зью бизнес-оптимизма снизился с 17,8 до 5,1 — это минимальное значение с 2016 года. Разбирая причины, мы с вами легко сможем найти ответы в том, что из-за угроз новой санкции и импортных тарифов, которые могут быть введены, также дополнительные и в адрес отношения Европейского Союза, инвесторы немного переживают за будущее устройства вот этих отношений, и это сказывается также на настроениях промышленного сектора. Ну и, безусловно, на настроение промышленного сектора также влияет и высокий обменный курс евро, хотя он, безусловно, снизился с учетом тех максимумов, которые мы наблюдали буквально несколько недель назад. Но то, что высокий обменный курс евро влияет на торговый баланс, на конкурентоспособность национальных производителей и приводит к снижению экспорта, мы в этом, по сути, убедились в этот понедельник, когда вышел отчет по торговому балансу, в соответствии с которым мы видели подтверждение сокращения профицита. Еще одна причина — это слабая статистика, вот про нее мы, собственно, поговорили. И, соответственно, дальнейшие ожидания по евро должны строиться от того, насколько вы уверены в том, что ФРС не просто сейчас поднимет процентную ставку сегодня по итогам заседания, но и подтвердит готовность еще трех повышений ставки до конца, собственно, 2018 года. Если вы считаете, что у американского регулятора достаточно для этого основания, то тогда я рекомендую сохранять длинные позиции по доллару и, соответственно, короткие позиции по рисковым инструментам. Потому что та же самая европейская валюта против доллара — это железобетонная системная идея того, как мы можем торговать на контрасте политик. Ведь ФРС у нас повышает ставки, а Европейский Центральный Банк, вы помните, ссылаясь на последнее заявление председателя Европейского Центрального Банка Марио Драги, пока вынужден придерживаться, опять же, векторами экономической политики, поскольку того требуют текущие условия, инфляция совершенно не растет и, более того, находится такой нисходящий тенденция. А без цели по инфляции, которая находится в уровне 2%, Европейский Центральный Банк не сможет свернуть программу количественного смещения и начать повышать процентные ставки. В общем, по евро-доллару я считаю, что мы праве придерживаться долгосрочного ориентира. Это 1,20, и все меньше пунктов остается до данного рубежа. Доллар-иен, уже о двух словах поговорили мы относительно ожиданий того, что сегодня сможем услышать. Я думаю, что не нужно сомневаться в том, что ФРС поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов. Возможно, сам факт решения по ставке не станет причиной резкого влатильности, потому что рынок уже сложился под это событие и полностью дискортировал по стоимости доллара. Но, как я уже отмечал, нас больше интересует, что скажет Джером Пау и что мы услышим по факту пресс-конференции в целом руководства ФРС. Это прогнозы по инфляции, ожидания по инфляции, прогнозы по экономическому росту и в связи с этим прогнозы относительно того, насколько будет крутой траектория повышения процентной ставки. Если, друзья, помимо текущего решения, мы услышим о том, что ФРС допускает еще три аналогичных действия в перспективе оставшихся в части 2018 года, это будет очень хороший сигнал, который услышит и увидит этот доллар и, соответственно, попробует его быстро отработать. Конечно же, мы будем работать с волатильностью. Рынок вряд ли покажет однонаправленное движение, потому что событие такого рода объединяет как продавцов, так и покупателей. Каждый из них, разумеется, лоббирует свои интересы. Мы увидим всплеск волатильности движения не вверх и вниз, но наш основной расчет сделан на то, что доллар и японская иена и в целом доллар против рисковых инструментов быстрее определиться с направлением, и это направление будет предполагать слабости австралийца, новозеландца, канадца и европейской валюты, и, соответственно, рост курса доллара. Можно еще сказать и про Банк Японии, который готовится к определенным кадровым перестановкам, вышло на власти в апреле, а не произойдет. Речь идет о заместителях Курады, но я не буду забивать вам голову непосредственно кандидатами, которые уже, можно сказать, утверждены. Я просто скажу то, что это сторонники и лоббисты, идея более агрессивной даже монетарной политики, экономической политики, нежели чем та, которая проводится сейчас. Но для Банка Японии мягкая политика — это уже избитые темы, но я считаю, что раз уж мы говорим с вами о монетарной политике ФРС и понимаем, что здесь нужно закладываться под дальнейший и неизбежный фактически рост процентных ставок, был бы не лишним нам вспомнить и ту политику, которая проводится конкурентом доллара и японской валюты, то есть регулятором Японии. Здесь тоже мы выходим в итоге на контраст режимов, и я надеюсь, что эта идея все-таки проявится в ближайшее время. И если нам удастся все-таки не столкнуться в ближайшие дни с негативом, а-ля как новые импортные тарифы составлены США, доллар сможет упрощить свои позиции даже против японской валюты. Фунт против доллара, котировки 1,4013 у нас на текущий момент. Мы держимся выше этой важной планки. Мы ждем заседания Банка Англии, который состоится уже, собственно, завтра. На основании тех данных, которые вышли по инфляции вчера, 2,7 показателей в годовом выражении против прошлого 3%, а вот в месячном приросте. Можно сказать то, что темпы снижения индекса потребительских цен не такие быстрые, как, собственно, рассчитывал увидеть Банк Англии. И здесь важно отметить, что оценил рыночное настроение, которое касается процентной ставки и изменений. В предстоящие месяцы никто не изменил своему видению из покупателей фунта относительно того, что уже в мае Банк Англии будет принимать решение о росте процентных ставок, потому что даже с учетом снижения индекса потребительских цен до 2,7%, это все равно гораздо выше цели и гораздо выше динамики и темпов роста заработных плат. То есть инфляция съедает просто зарплаты, это сказывается на активности потребителей. Заседание майское состоится 10 мая, и я, друзья, думаю, что это хороший повод для того, чтобы заранее стать верным направлением, занять длинные позиции, покупать фонд, потому что цели от ряда инвестиционных банков предполагают то, что пара фунт-доллар может уверенно закрепиться даже выше планки 1,45. Ну и также не забывайте про позитив, который связан с достижением соглашения по двухлетнему переходному периоду для Англии по процессу Брэкзита. Мы говорили об этом, собственно, вчера. Сейчас я считаю, что не весь позитив мы еще отыграли, потому что более-менее подробные нюансы этих договоренностей будут озвучены только после заседания Европейского Совета. Это в конце прошлой, точнее, в конце этой недели. И настраиваясь на вот этот еще политический позитив, я считаю, что по-прежнему разумно держать длинные позиции по британцу, даже несмотря на то, что мы поднимаем, насколько может быть мощным потенциал роста доллара в связи с ужесточением монетарной политики. Но, как я уже неоднократно повторял, фонд, пожалуй, это единственный рисковый инструмент, в отношении которого я не сомневаюсь, что он будет крепчать в отношении бакса. Из других инструментов, Новозеландец против доллара сегодня, друзья, тоже нужно обратить внимание на этот актив, поскольку помимо решения по ставке ФРС, нас ждет еще и решение по ставке со стороны Резервного банка Новой Зеландии. Собственно, 1,75% без изменений. Сопрательное заявление нас будет интересовать больше. Я считаю, что риторика от прошлого сопротивленного заявления Резервного банка Австралии будет скопирована, то есть это мягкая экономическая политика и важность ее сохранения. Поэтому с учетом текущего календаря, то есть с учетом ожидаемого решения и определенных комментариев, которые больше укажут на проблемы для экономики Новой Зеландии, считаю то, что пара новозеландец против доллара сегодня может неплохо просесть. Это еще не говоря о таком мощном катализаторе распродаж, как просто доллар. Доллар канадец вчера отступил от отметки 1,31, сейчас котировки 1,3020, но здесь канадцу помогла нефть, поэтому если сегодня на нашей стране, то есть на стране продавцов будет отчет по росту нефтедобычи в Штатах, мы сможем все-таки ослабить цены на бренд WTI, и это быстро вернет курс доллара канадца снова уровня 1,31. Так, друзья, ну а теперь резюмируем по событиям сегодня. Первое, на что нужно будет обратить внимание, это в 12.30 вся динамика по зарплатам Англии. Я думаю, что, возможно, этот релиз приведет к еще более интересным движениям по паре фунт-доллара, нежели чем вчерашний отчет по инфляции, потому что, ну, с инфляцией уже все ясно, но если мы увидим сегодня просадку по темпам роста доходов домохозяйства, это еще больше подстегнет рыночные ожидания того, что банк в Англии нужно торопиться с повышением ставок, и даже на фоне, казалось, слабой статистики, расчета в плане роста окунту остается. В 17.30 ждем запасы и темпы нефтедобычи, прирост по данному показателю нефти США. В 21.00 выступление Джерома Пауэлла, председателя американского регулятора, ставка же в этот же момент, и в 21.30 еще пресс-конференция ФРС. И замыкать мы будем решением по ставке уже резервного банка в Новой Зеландии. И это событие в 23.00. Собственно, завтра, безусловно, нам, как и всегда, будет о чем говорить, поэтому с огромным удовольствием приглашаю вас всех в прямой эфир через перископ к утреннему брифингу, который, как и всегда, начнется в 9.30 по московскому времени. Ну, а на этом, собственно, все. Хорошей вам удачной прибыли торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.